карантин привет студию к игорь деловой снова с вами а это значит что у нас следующая тема как я обещал вам раньше сегодня я вам расскажу про облачные сервисы что это такое с чем их едят как с ними работать и про их плюсы и минусы если сказать очень просто то облако это некое место в интернете где вы можете хранить свои файлы если у вас есть какая-то почта на mail.ru на яндексе или на гугле то значит у вас есть и такое облако но поскольку у нас в основном мы работаем с этими тремя почтовыми сервисами с mail.ru google и яндексом я расскажу про облака именно от этих сервисов на mail.ru это облако так и называется облако mail.ru на яндексе она называется яндекс диск а на гугле google drive или google диск ну поехали если вы зайдете на свою почту вы обязательно где-нибудь увидите ссылку на такое облако вот например ссылка на облако mail.ru вот на яндекс диск а вот это на google drive облачные хранилища хороши тем что файлы там будут лежать ровно столько сколько существует ваш аккаунт на почте и этими файлами неограниченное количество раз можно делиться с неограниченным количеством других людей еще один плюс любого облака в том что любой файл который находится в облаке можно прямо там открыть и просмотреть если это видео или картинка прослушать если это звук и прочесть и даже отредактировать если это какой-то документ сегодня мы с вами рассмотрим облако mail.ru попасть в свое облако можно прямо со своей почты если нажать на соответствующий значок который находится вот здесь и выглядит как некое стилизованное облачко всего пользователям почты mail.ru дается 8 гигабайт свободного места однако некоторым счастливчикам у которых почта зарегистрирована довольно давно доступно иногда 15 а иногда даже 100 гигабайт проверьте пожалуйста свое облако и посмотрите сколько вам доступно свободного места в службе облака mail.ru имеется ограничение на размер загружаемого файла он не должен быть больше 2 гигабайт устроено облако mail.ru по принципу вашего компьютера туда можно загружать как целиком папки так и отдельные файлы папки можно вкладывать одна в другую создавать новые удалять ненужные кроме того любым файлом или любой папкой с вашего облака можно поделиться с другим человеком самый простой способ загрузить папку или файл в облако mail.ru это перетащить его в специальную синюю зону которая находится в правом нижнем углу если вы сделаете так то спустя некоторое время папка или файл окажутся в облаке mail.ru есть другой способ можно создать новую папку в облаке или открыть какую-то существующую папку и нажать кнопку загрузить после выполнения этой команды файл или файлы которые вы выбрали на своем компьютере окажется в этой папке на облаке mail.ru любую папку в облаке можно вложить в другую папку путем обычного перетаскивания если выделить файл или папку поставив галочку в квадратике в правом верхнем углу то для этой папки или файла будут доступны новые параметры находятся они вверху мы можем скачать папку или файл поделиться ими с друзьями скопировать ее перенести в другую папку или же удалить кстати эти же параметры можно открыть если щелкнуть по файлу или по папке правой кнопкой мыши для того чтобы поделиться папкой с друзьями надо выделить ее поставив галочку в правом верхнем углу и в верхнем меню нажать кнопку получить ссылку ссылку можно получить и по другому в правом нижнем углу любой папки находится небольшой значок звено цепочки если на него нажать то выскочит небольшая табличка в ней будет ссылка который можно поделиться со своими друзьями у каждой папки есть два уровня прав доступа если выбрать просмотр то те кто получил ссылку на эту папку могут просматривать и скачивать себе файлы которые в этой папке находятся а если выбрать пункт загрузка то человек получивший ссылку на эту папку сможет не только скачивать оттуда файлы и просматривать их а также загружать в эту папку свои файлы это удобно когда допустим над одним проектом работают сразу несколько человек для онлайн просмотр видео которое находится в какой-то из папок достаточно нажать на этот файл и он начнет воспроизводиться по умолчанию файл воспроизводится с очень низким качеством но это не беда есть настройки просмотра в правом нижнем углу шестеренка если на эту шестеренку нажать то там можно выбрать желаемое качество просмотра видео для того чтобы прослушать какой-либо звуковой файл находящийся в облаке по нему тоже достаточно только щелкнуть в этом случае файл откроется в новом окне и начнет воспроизводиться точно так же можно открыть и даже редактировать текстовые документы в word excel pdf и даже презентации итак друзья базовые знания по облаку mailroom и сегодня получили в следующем занятии на очереди google drive и яндекс диск а на сегодня у меня все не болейте пока